Продолжение следует... 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 А каких снимков? Правонарушения. И как вы туда вообще попали на место? Вы вместе с ним выбежали? Да. Вы вместе с ним, да? Да, да, да. После того, как бы нам детей отвозили куда-то, вы выездили, да? Вы выехали, у вас свободно была возможность отдать. В каком районе, уточните? Ленинск. Ленинск. Это возле зоопарка, да? Точно так. Строители. Не возле строителей, да. И Мавренюк остановил машину, да? И вот с этого он остановил. Я стоял, просматривал. После этого смотрю, что конфликтная ситуация. Вышел водитель с автомобиля. Я говорю, давайте меня отвесного сюда вызывайте. И оперу группу. После чего приехал отвесный. Минут через 20 приехал командир. Все, мы отошли в сторонку. Стояли, дальше общались там командиры. Соответственно, смотрели фотофиксацию. Ну, видеофиксацию. Видеофиксацию, да. Вы смотрели, да? Да. После чего поехали в управление и управление сдали оружие. В принципе, и все. Вы видели эту самую, вот показывал там, вот, отерпевшая страна, вот это видео? Видел? Да, вот там. Видел он там. Как вы восприняли? Как вы восприняли? Что-то вам понятно было? Непонятно? Ничего не понятно. Ничего не понятно. Да. Пожалуйста, про этот вопрос. Скажите, пожалуйста, инициатором остановьте автомобиля, кто был? Взаимное решение ваше или не как? Я вам могу ответить на этот вопрос. Я не помню уже. Вы не помните или не можете ответить? Вопрос есть, не помню. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, общался с водителем, кто? Когда? Ну, когда остановился автомобиль? Возле. А вы где находились? Находился возле патрульной автомобиля. Возле своей патрульной машины? Это на расстоянии каком приблизительно? Ну, метра 0,7. Метра 0,7. То есть просматривали фиксацию, да? Да. Это фотофиксация? Да. Фотофиксация. Ясно. Суть разговора вы слышали? Нет. Вы слышали. После того, как вышел водитель с машины, вы слышали суть разговора между водником и водителем? После того, как он уже вышел, вы говорите, возникла конфликтная ситуация. Какая конфликтная ситуация? Что там возникло? То, что водитель потребовало, чтобы вызвали ему ответственного. И вот и группа. А следующее? Со слов, что Вавринюк хотел взять 100 гривен. То есть со слов, что Вавринюк хотел взять 100 гривен. Да. Ясно. Ясно. По поводу, когда приехала группа, два начальника, о чем шел смысл разговора? Не присутствовали? Не присутствовали? Нет. Пояснения чьи-то слышали? Водителя или Вавринюка? Нет. Не слышали, да? Ясно. Вы сами какие-то пояснения давали по поводу произошедшего в прокуратуре, в суде? В ОВБ. В ОВБ вы давали пояснения. Они какие? Такого же смысла, как сейчас только вы даете? Или же немножко иные? Наверное, такого же самого. Такого же самого, да? Ясно. А причина увольнения Вавринюка неизвестна? Нет. Вы на данный момент продолжаете вести вину? То есть там уже должности? У меня пока нет должности. Сейчас, 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 по порядку. У нас КСН есть? Да, есть вопросик. Есть вопрос к инспектору. Почему именно этот инспектор смотрел мои документы, почему не инспектор Вавренюк? Что же вопрос, Наталья? Значит, мои документы в тот момент, в момент конфликтной ситуации, уже когда я вышел с машины, потребовал у меня не инспектор Вавренюк, а этот инспектор. То есть мы уже подошли к твоей машине, я предъявлял уже документы. Вопрос, почему именно, инспектор говорит, что он не присутствовал, как бы не видел, был в стороне, а вот документы смотрел он мои, хотелось бы, почему? Почему вы смотрели его документы, если вы не останавливали его? Так что правильно? Я так что-то точно... Есть? Пожалуйста. Потому что я был старшим нарядом, я попросил выводить документы. Я был старшим нарядом? Да. Все, ответ принят. Потому что я был старшим нарядом. Еще есть вопрос? Нет, нет. Защита. Вопрос. Вы сказали, что вы слышали, в конфликтной ситуации вы слышали, что якобы Вавренюк хотел взять деньги. От кого вы это слышали? От кого вы хотите? Еще такой вопрос. Был ли разговор, требовал, либо просил Вавренюк вызвать на место происшествия опергруппу? Если требовал, то для чего? Зафиксировать, если такой факт был, что Вавренюк хотел взять Саврию. Зафиксировать, что дачу поборят? Не, но он требовал вызвать опергруппу или не требовал? Вот такой вопрос был или нет? Или вы не знаете? Я не знаю. Вы в самом начале сказали, что... Я прошу водитель. Водитель требовал, да. Но я про ваш владитель требовал. Я имею в виду про Вавренюк. А, про Вавренюк. Понятно. Мне больше не нравится. Вавренюк, где они, сзади? Есть у вас вопросы к свидетелю? Весенец? Все, спасибо. Вам нужна повестка. Все, спасибо. Мы вас без труска. Вы всегда это дадут. Здравствуйте. Ну, да. Смелее расслабьтесь. У нас здесь тихо. Мирно. Фамилия, имя, призвища, имя, пубать. Призвищ имя, пубать. На русском на французском? Хоть на французском. Воробьев Анатолий Александрович. Как Анатолий? Воробьев Анатолий Александрович. Анатолий Александрович. Год рождения вашего? 1170. Проживаете? Первый центральный директор. Это у Николаеви, да? Точно так. Как ваша должность? Старший инспектор с особых поручений отдела организации дорожного движения. Поддела? Организации дорожного движения. Стаж работы вообще в работе в АИ. С 95-го уровня. 16 лет. А? 16 лет. А, ну да, 16 лет получается. И от свиток вы должны сказать, обязаны говорить правду, зрозумело, да? Что там было? Ваши слова, потом питания и все. Дело в том, что в тот день я являлся ответственным по управлению ГАИ. Было ответственным в этот день. Да, по управлению ГАИ. Ориентировочно 13.02-13.05. В телефонном режиме я получил информацию от дежурной части о конфликтной ситуации, которая возникла между участником дорожного движения и нашим нарядом. Где-то в 13.15-13.20 я прибыл на место конфликта. Там насадился автомобиль Митсубиси под управлением Косенко, если не забывайте. Вот и наш наряд. Со слов Косенко, значит, наряд инспектора ГАИ. Со слов Косенко, да. Инспектор ГАИ получил у него взятку. Взмели с лагерем. На вопрос, что я могу доказать, мне было приявлено видео, с которого, ну, тяжело что-либо понять там. Он показал вам, да, Косенко, видео, да? Да, с которого, ну, тяжело что-либо понять. Не понятно, что, ну, называет конфликтная ситуация, я перезвонил командиру взвода, Шуенко Леонидович, который знал, что будет минут через пять. Минут через пять подъехал командир взвода, тоже просматривал эту запись. Ну, после этого разговоры, диваны подъехали знакомые Косенко. Вот, после, там, в виде таких разговоров, переговоров, разговоров, Косенко нафтерял на то, что выехать в управление ГАИ, писать заявление. После этого я пояснил бы меня по своим вопросам, а они направились в управление ГАИ для написания заявления. То есть, вы на этом все закончили, да? Да, ну, я не приведу, не могу, что я иду за на место. Ну, перед этим вопросом скажите, значит, я зрозумію, что вы не видели там четкие передачи, да, грошей? Нема, ничего там не было такого. Нет, я по этому минуту через двадцать уже Косикса ухудшил. Прокору питания. Да, скажите, пожалуйста, что вот, когда вы приехали, поясняли о Вавленюк по поводу, про изучать шоу? Вавленюк, ну, если честно, я с Вавленюком не сильно общался, я общался с Косенко. Ну, а что вы, не послышали песни, не потребовали от вашего подчиненного? Ну, для начала, чтобы нужно это просто, надо было, ну, сходить другую сторону. Поэтому, сначала Вавленюк с Косенко, вот, послышали, вот, это видео, как мне понятно, а потом позвонил командир в флота. В соответствии с Вавленюком, ну, я точно не помню, но, по-моему, если мы практически не общались. Практически не общались. Вот, нам Вавленюк говорил, что, в принципе, он пытался, как бы, предостеречь факт получения невзятки, и, как бы, были попытки вызвать, там, следственную группу, чтобы зафиксировать факт передачи денег работнику милиции. Главное, что-то известно, и почему не были такие действия совершены, если совершаются преступления в отношении работника милиции? Ну, дело в том, что уже не вызывали, грубо говоря, потому что уже его настаивал, ну, как Косенко настаивал именно на то, что необходимо, что он хочет, и, по-моему, заявление написать, и, соответственно, управление ГРИЧ, чтобы, чтобы мое руководство разобралось, ну, по сути, совершенного, там, насилия. Ну, а к вам, непосредственно, на месте происшествия Вавленюк не предлагал требования, допустим, вызвать? Ну, у меня лично нет. К вам нет, да? Скажите, пожалуйста, какие-либо пояснения по поводу данного повода вы давали, там, к акуратуре, ОВБ? Нет. Принимали ли вы участие в составлении, вот, материалов дела есть, выясновок, ну, можно сказать, служебная проверка ГАИ? Я писал пояснения. Да. Вы знакомились с актом проверки? Вот, и в результате данной проверки действия Вавленюка почему-то были там подвергнуты критике и признаны незаконными. Нет, я писал пояснения, как страна, которая присутствовала, ну, присутствовала при, ну, данном инциденте, вернее, просто, ну, при его совершении, остальное, вы, что, я не знаю, не знаю. Пояснения какого плана, такие, что вы сейчас говорите? Да, 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 ну, как оно было. Чем-то не отвечает? Нет, ну, практически ничего, ну, как. То же самое, что получил сигнал, проехал, посмотрел. Так оно было фактически. По причинам больнения Вавленюка, вам известно? Ну, только есть, у меня был рапорт, что там неизвестно, что рапорт неизвестно. Дальнейшие, я не знаю. То есть, не можете сказать. Кадровый вопрос ответить? Нет, это мои кадровые вопросы, не понимаю, честно. У меня пока нет вопросов. Дыма, пытайся, Дыма, во Вавленюге пытайся обриспись. А вы личным, это когда нарушения какие-то вы занимаетесь, да? Нет, просто у нас в Афгарте, у которого есть сигналы, каждый день. Это вы, я понял, идете как ответственный. Да, да. А то, что касается Догана, видностного Вавленяка, что-нибудь знаете? Нет. Привлекался Догана, Догана. Нет, только выйдет в другую службу, которая занимается организацией. То есть, в этом пути, да? Разумило. Нужна вам повестящение? Нет. Все, я понял. Давай-ка нам отдадим Васильевка. Спасибо, Доган. До побачивания. Добрый день. Будем знакомиться. По мере и отчеству. Шуенко Олег Григорьевич. Как? Шуенко Олег Григорьевич. Олег Григорьевич. Вот народ жимя. 1973. Проживаете? Проулок 7-й Нагорный, дом 14, город Николай. Нагорный, да? Да. 14? Да. Дом. 14. И дом? 14-й дом. А, дом, да. Какая ваша посада? Командир взвода сопровождения. Он, узнедоступленный, что он. Что там было с ваших слов? Чего вас вызывали? Значит, я подъехал на место, потому что перезвонил дежурный. Я ответственный по управлению. Говорит, там, конфликтная ситуация. А вы непосредственный начальник, да, Вовремя Николай? Да, я непосредственный командир. Я непосредственный командир. И по телефону сообщили, что создалась какая-то ситуация. Вы прибыли на место? Да, я обязан приехать на бой конфликтную ситуацию. Приехал на место. Значит, приехал на место. Стоит машина Mitsubishi Outlander. 2087. Ну, возникла конфликтная ситуация. Я пообщался с водителем, водитель Косенко. Он мне рассказал, что якобы там был такой факт, инцидент. Показал мне пленку, видеозапись, на которой там ничего видно не было. После этого стала конфликтная ситуация еще больше возрастать. Мы начали общаться. То есть, опергруппу гражданин Косенко хотел вызвать. Потом Вовремя Николай подошел. Тоже опергруппу. Ну, потом, когда ситуация достала на коляк, чтобы регулировать ее, сам гражданин Косенко предложил поехать в управление ГАИ написать заявление. Что было и сделано. Вот это, так называемая, видеозапись. Как можете ее оценить? Вам было понятно, что там произошло? Нет, мне не было понятно вообще, что там передавалось и что там показывалось. Там видно вообще не было ничего. Передавалось в руки, а что передалось? Документы или что там передавалось, там видно не было. Пожалуйста, про какой вопрос? Скажите, пожалуйста, непосредственно во время того, какие объяснения сложившейся ситуации? Что он остановил водителя за нарушение правил дорожного движения? Значит, водитель сразу документы не дал, не передал. Значит, потом водитель сразу выходит, не выходя с машины, он сразу сказал, что это дорожный контроль. И пошла ситуация, конфликтная сразу ситуация. Сразу мне ответственно, сразу мне командира непосредственно. Вот что я проехал на место. В связи с тем, что якобы со слов водителя Косенко, что он передал ему купюру. Якобы 100 гривен, это со слов Косенко. Валеринюк подтверждал данный факт? Нет, не подтверждал. Не подтверждал. Но купюру никто не видел? Никто не видел. Есть предпровождение? Нет. А что ж тогда, допустим, вы как командир взвода не пресекли попытку совершения преступления против работника милиции? Вашего же причинения. Не вызвали там ту же самую следственную руку, чтобы бенократить взятку. Значит, я вам объясняю. Как работник милиции по закону милиции, уже нужно этим заниматься. Значит, купюры не было и факта не было. Как я могу вызывать оперруку? Ну, есть показания одного и второго. Ну, вот, допустим, человек наставит на том, что передал взятку, уже, мне кажется, достаточно факт для проверки. Правильно. Была конфликтная ситуация, неразбериха, и сам гражданин Косенко заявил, что нужно проехать в управление ГАИ и написать заявление. Что было и сделано. Проехали в управление ГАИ, гражданин Косенко написал заявление. То есть, а вы видели это заявление? Да. Ну, я так понимаю, что то же самое, что передал деньги, да? Фиксация была данной передачи. Ясно. Вы прояснение отдавали по этому поводу в прокуратуре или где еще? Прояснение отдавало, когда проводили служебное расследование. Кто? ВВБ или ГАИ? Не, я отдавал ГАИ там. Ну, вы с актом служебного расследования знакомы? Да. Что ж тогда, допустим, в акте вывод такой, что он нарушил Вавленюх там какие-то нормы? Ну, там были внутренние нормы. Ну, я имею в виду, что вы вызвали фактически виноватым в сложившейся ситуации. Нет, я не помню там точно, что там написано в выставке. Вот то, что проводилось служебное расследование, это я помню. Ну, подробно я там не помню, что там писалось. Ну, вывод вы помните, как вы говорили? Ну, вывод что вывод? Наказать. А за что наказать? И Вавленюх написал рапорт по собственным желаниям. А чего он написал рапорт? Ну, это его же право писать. Он сам написал рапорт. Я никто его не заставлял, никто его не заставлял. Ну, это уже не первая ситуация была с дорожным контролем. Потому что летом, в том году, в феврале, или я не помню, месяц точный, оформляли Киноха. И буквально перед этим, до этого инцидента, до 25 октября этот инцидент был, приходил ко мне Кинох. Жаловался на Уронюка. Говорит, так и так, я там в суде поотменял все постановы, на которые он составлял. Уронюк, я тоже составлял на него административный протокол. И он его обжаловал, суд отменил. Ну, так что? И Кино говорит, что вы его уберите с дороги, иначе мы его сами уберем. Такой разговор был. Вот вы приходили ко мне. Это право обжаловать судей и сэштабинцев. Я, судик на ситуации поставил. А, конкурент. Да, он пришел ко мне где-то... Возьмите, спасибо. Вопытание Е. Нет, у меня вопроса нет. Вам был вопрос. В прошлом с издания, вы можете сказать, кто заставил написать рапорт, или не будете говорить? Ну, тогда я скажу, кто заставлял рапорт. Есть, и дай ему. У меня вам один вопрос, последний. Он немножко похож. Сколько у подчинений находится во время протокола? Ну, я с ним работал, когда я в должность стал, три года. Вот смотрите, Олег Ильич. Вот согласно его личного дела, фальсификация Догана, на сьимой год. Догана за нарушение ООК-251 права. Догана за нарушение ООК-251 до ПИЗУКОАП. Одиннадцатый год. Вы знали, что это три Доганы? Ну да, я в 2007-м году еще не был. А вот в 2009-й и один звук Доганы. Опять же за конфликтные ситуации, порушение прав, и огработники, это же порушение. Что-то не так разъяснил, не так сказал. Было такое. Было наказывалось, да? Да. Спасибо. Вам повестка нужна? Нет. Спасибо, я вас выпускаю. Ну, побачу. Ира, запиши. А ну, можешь развернуть вот эту тишинку? Так, что оно... А, слышишь? Три. Поставил. А, ну, давай. Поставил. А, ну. Все, Ира. Ты спеши. А, ну, давай. Пошел. Это диск, так называемый, в деле, который приобщен, их два. Не знаю, чего два, но там указано, что по заявлению Кассенко приобщить, я бы, вещь, долг. Ваша честь, я один диск в ОВБ отдал, а один диск прокуратуры. Да, мне же, ну, что ты не справишься, я же справишься. Я понял, они сложили все справа. В один конверт и один целосланки. Они, наверное, одинаковые. Наверное. Ира, запиши. Суд по своей инициативе. Или давай так, ну, не так. Суд ставил опытание, чтобы оно было все по проценту. Что до воспринятия видеозаписи, яка сложилась в этот день. Вавренев, согласны или нет? Защита, не заперечиваете? На вас отсюда. Не заперечиваю. Не заперечиваю. Прокуратура не заперечивает. Вам отсюда будет видно? Да, вот так видно. Нет, видно. Кого нет, повторим. Погоните ближе. Не, ну, я скажу. Нет, другой файл. Другой файл. Есть? Есть, да? И вдруг тогда как-то вот ключи. И отойдем в сторону. Другой файл. А что вы езжаете с разворотов рейкоса? Что? А вы же по-моему к нам подъезжали, что-то там узнавали Ну да, я ж не говорили часто А что, нарушение? Там так стоит движение, где заезжать нельзя Ага 0185 миль, да? Одна камера сзади, другая здесь, третья там Нет Товарищ инспектор только что взял сноточку И вот он его выбросил Вызывайте ответственность Документы мне передали Ответственность вызывайте, пожалуйста Сейчас на камеру видно все, как передать Ответственность вызывайте, я пока камеру не хочу Ответственность вызывайте, пожалуйста Я сейчас любопытно Документы мне передайте, пожалуйста Ответственность вызывайте Передайте мне дальше Спасибо Ты можешь отписать, да? Вот в связи с воспроизведением данного видеозаписи Касэм Вставил Да, да Бачилы, да? Да, бачилы, там вообще я на камеру Трошки лучше видно Так, может, давайте Вдругой, чтобы тут Другой вид показал А что там Там две Там еще Не открывается? А может с другого диска? Так сейчас вот у меня есть другой диск Я что взял ножницы Вот беру то же самое Диск По заявке про Про злочин Посылка В компактный диск Документы До заявки про злочин В посылку А что там лучше видно? А там как раз напротив стояло Да, ракурс другой Ракурс другой Так, Витя, давай Так, чтобы не попутать Что разница Я говорю то, что в справе есть То вы кажется, что интернеты показывали ракурсы Может там что-то показывали Но я и говорю то, что есть в справе Так, как то Дисклэн Коррегулировать Зим Иван У него Назвит Он У вас, наверное, на компьютере какого-то кодека нет, да? А вот там, или то, другое, да? А ну попробуй на том, просто, чисто. У меня ноутбук есть в машине, но я могу открыть, там чуть-чуть надо с другого проехать. Где у вас домов? А? У меня вам был диск принести? Да, по большому счету, ваша честь. Мы будем смотреть все равно этот диск, ничего другого. Может, пусть принесет? Принесите по-моему. А что там, два диска или нет? Нет, там другой ракурс. А, вот это разные два диска, два ракурса. У нас же на две камеры стояло. А, я понял. А, оставу тебя. А что там, другой ракурс уже там меняет? Надо читать. Не подкласски. Так, ааааа. Скорее, вот монитор. Надо быть был перворачивым. Пока задержаны, да? Угу. Поправо. Поправо. И вы напишите, что... Взять и кисть, и кисть, и кисть. Можно? Да. И прокурору просит заявить обладание. И другой кисть. Возвести с другим ракурсом. Сейчас, секундочку. А ага. j Агл 13 Да, конечно, сейчас только включится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...